Сегодня у нас в гостях Игорь Рябинер. Друзья, ваши аплодисменты. Здрасте. Спасибо, что пришли в наши непростые такие времена. Сейчас каждый приход на такое вот публичное, можно сказать, мероприятие – это маленький подвиг, поэтому низкий вам всем поклон, и я с большим удовольствием сегодня расскажу о своей новой книге, отвечу на все ваши вопросы, и прекрасно пообщаемся, распишусь на всех экземплярах. Класс. Первая наша встреча с Игорем произошла 6 лет назад на московской выставке. Мы тогда говорили про футбол, про книгу про Слуцкого вместе с Мостовым. Два года назад, по-моему, если не изменивать память, мы говорили о хоккее, но о легендах хоккея, и вот сейчас действующие хоккеисты, вот, собственно, и в том числе НХЛ. В том числе? Не в том числе, а именно? Да, а именно это НХЛ, в чем вы, собственно, большой спец и профи. Вот, казалось бы, почему к этой теме шли так долго, хотя она, я так понимаю, для вас достаточно благодатная почва? Тема для меня суперродная, потому что первые материалы, первые публикации о НХЛ у меня датируются еще 1996 годом, когда я оказался вместе со своими родителями и с дедушками, бабушками в Америке, поселились в Калифорнии, и я стал ходить на матчи Сан-Хосе-Шаркс, у меня есть даже фотография в свитере игровом этой команды, и влюбился в НХЛ просто по уши, это стало одним из главных увлечений моей жизни, и действительно, наверное, все эти годы я шел к этой книге, потому что, ну, это 23-я книга уже, и при этом была одна хоккейная, она была Олимпиадам посвящена и вышла в конце 2009-го, начале 2010-го года. Но мне действительно всегда очень-очень хотелось написать об НХЛ и о ее героях, и вот несколько лет последних я немножко откладывал, откладывал, мне хотелось еще пропитаться достижениями наших ребят, и в конце концов я понял, что момент настал, и тут случился величайший облом под названием Национальная хоккейная лига отказалась ехать на Олимпиаду в Пекин. Произошло это не далее, как вот 10 января, и, конечно, это было безумно обидно, потому что я ждал с огромнейшим нетерпением турнира с участием всех сильнейших хоккеистов планеты, причем было бы впервые за 6 лет, потому что последний раз лучшие играли против лучших в хоккей, в 2016-м году на Кубке Мира в Торонто. До этого была Олимпиада в Сочи, то есть там еще все было достаточно регулярно, и тут после 2016-го года все. Вот на данный момент в 2018-м году НХЛ отказалась играть на Олимпиаде в Пхенчхане в Корее, Кубков Мира с тех пор тоже не было, и вот сейчас все уже ждали с таким нетерпением. Теории возводились такие, что уж в Китай-то точно НХЛ поедет, потому что нужно огромный китайский рынок покорять, влюблять в себя и так далее. Тем более там играют в хоккей и любят. Ну, любят, это, наверное, сильно сказано, потому что... Но они у нас есть. Да, это вот такая немножко... Ну, не будем называть это мертворожденной командой Кунь-Лунь, но тем не менее, когда, допустим, они играют домашние матчи в Шанхае, туда-то там собираются 50-60 человек, такая мощная, серьезная аудитория такая, понимаете. Но, тем не менее, ну, действительно, все считали, всем казалось, я тоже в этом был глубоко убежден, что уж мимо Китая-то НХЛ никак не проедет. Большой рынок. И поэтому я решил, что это, наверное, будет оптимальным моментом, когда можно выпустить книгу о героях национальной хоккейной лиги, о наших героях НХЛ. При этом книга не связана напрямую с Олимпиадами. То есть, в принципе, то, что в итоге НХЛовца на Олимпиаду не поедет, никак не влияет, на мой взгляд, на ценности, на важность этой книги, потому что она не о том, она не об Олимпиаде, она, ну, там, конечно... Она о людях. Да, она о людях, она о судьбах, она о тех выдающихся ребятах, которые смогли вырасти из обычных российских, московских, магнитогорских, как это в случае с Малкиным, мальчишек в суперзвезд лучшей хоккейной лиги мира. И на самом деле, вот знаете, некоторые мои друзья, коллеги говорят, что ты, пишущий о футболе, ты, пишущий о хоккее, это два разных журналиста. Когда я пишу о футболе, мне интересен весь процесс и с точки зрения самого построения игры, и, ну, вообще, вот, в принципе, вот большое количество разных аспектов. Когда я пишу об НХЛ, в первую очередь, мне интересны люди. И речь, в первую очередь, идет именно о людях наших, потому что, нет, это не говорит о том, что нет великих североамериканских, европейских, там, шведских, финских, чешских хоккеистов. То есть я преклоняюсь перед, там, Грэцки, Макдэвидом, Ягром, кем угодно еще, Лидстримом, откуда угодно можно найти, Яри Кури, Тиму Селяния и так далее. Но, естественно, когда ты все-таки, ты человек из России, тебя интересуют твои, собственно, я так сказать, из твоей стороны герои. И, значит, мне всегда было безумно интересно понять, прочувствовать, как вот эти вот пацаны обычные российские, в нашем футболе, согласитесь, наш футбол, штука достаточно посредственная. Она не как, то есть, в последний раз рождались великие футболисты еще в давние-давние советские времена. Значит, да, безусловно, у нас были вспышки какие-то в российские годы, там, Аршавин, там, значит, чемпионат Европы 2008 года, бронза, значит, да, чемпионат мира 2018, но в итоге оттуда никто там реальными звездами таких европейского футбола не стал. Но эти люди все практически играют дома в России. Не нужно, то есть, нужно, безусловно, что-то преодолеть, пройти большой путь, чтобы и заиграть в российской премьер-лиге тоже. Конечно, там один из тысячи туда попадает. Но все равно ты не переламываешь себя, там, не меняешь культуру, там, не переезжаешь в другую страну, ты не выходишь из зоны комфорта. Ты все равно, ну, что называется, идешь обычным традиционным путем. И все равно российская премьер-лига футбольная – это средняя, абсолютно средняя по европейским меркам лига. И поэтому вот такого уж колоссального уважения к людям нашего футбола, к действующим игрокам у меня нет. Да, это, безусловно, какое-то, да, признание, понимание, что эти люди могут действительно тоже через что-то прошли. А вот через что прошли эти люди, которые стали звездами в лучшей хоккейной лиге мира. Поменяли страну, адаптировались ко всем тем совершенно другим условиям, которые ждали их там. И не просто там адаптировались, не просто там стали своими среди своих, а стали одними из лучших, а в некоторых случаях и просто лучшими. И поэтому я выпустил, это двухтомник на самом деле, пока вышел первый том. Второй появится через месяц, где-то в течение месяца, так сказать. У меня написано, в феврале планируется в издательстве «Бомбора» выход второго тома. Да, второй том. Там будет четыре героя, здесь три, вот Овечкин, Малкин и Кучеров. Там будут четыре. Это Артемий Панарин, Андрей Василевский, Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский. Вот, в общем-то, двухтомник о семи ведущих наших хоккеистов. Безусловно, есть и другие. Безусловно, будут еще, я не знаю уж через какое время, но понятно, что если условный Кирилл Капризов продолжит в том же духе, то он тоже превратится, и он уже превращается на наших глазах в суперзвезду НХЛ. Так что будут поводы и для новых книг тоже. Но теперь, вот сейчас, вы можете прочитать об Овечкине, Малкине и Кучерове. И меня на самом деле очень удивляет, что до сих пор об Овечкине не было написано книг. Потому что, ну уж человек, который на протяжении уже более чем 15 лет играет в Национальной хоккейной лиге и бьет все возможные рекорды, и сейчас главная, в общем, такая персональная интрига НХЛ – это догонит ли Овечкин Уэйна Грецки по заброшенным шайбам. Понятно, что это… А ваши прогнозы? Еще года 3-4 назад я бы сказал, что не догонит, а сейчас я уже думаю, что скорее догонит, чем нет. И обгонит. Почему? Мы видим, что Овечкин, он, ну, с точки зрения травм, которых у него за всю карьеру не было, почти не было. То есть он пропустил меньше 50 матчей за… Вот он с 2015 года, уже 17-й год, играет в НХЛ. Причем он не избегает контактов. Да, не просто не избегает контактов, а просто лезет в этот контакт. И, тем не менее, он пропустил около 50 матчей в НХЛ. У него, это, как выразился его одноклубник и друг Евгений Кузнецов, это русская машина, которая никогда не ломается. Единственное, зуб проблемный. А что касается зуба, об этом в книге тоже написано. Ему просто, ну, нельзя. Потому что если ему еще раз его выбьют, там будут гораздо-гораздо большие проблемы. И, собственно говоря, и советовался он с врачами, и родители ему тоже порекомендовали. И сам он решил, когда уже закончит игровую карьеру, тогда уже у него, так сказать, будет… Виниры. Многозубая улыбка. А пока можно и… Опять же фишка. Да, да, конечно. Все это знают, все это видят, все это любят. Потому что когда вот он щербатый, этой своей улыбкой расплывается, и надо смотреть, прикольно очень. И здесь вот… Посмотреть как-то… И чтобы соперники больше боялись. Да, здесь щербатости особо не видно. Здесь верхний ряд закрыт. Да, верхний ряд, потому что закрыт. Тем не менее, все равно вот это вот его горящие глаза, нацеленность на чужие ворота, все это здесь на этой фотографии, на обложке тоже видно. И на самом деле мне очень приятно написать первую книгу, которая посвящена Александру Овечкину. Понятно, что впереди, я думаю, еще много, впереди автобиография, которую наверняка Саша будет писать уже, скорее всего, после окончания карьеры. Потому что я спрашивал на эту тему и его самого, и его родителей. Татьяна Николаевна, она женщина строгая, она вообще отмахнулась. Какая автобиография еще? У нас вообще столько… Столько у нас ребят хороших есть. Зачем вообще так много писать о Саше? Прям стыдно, что о нем столько много пишут. Куча ребят же есть, о которых тоже писать надо. То есть на самом деле, ну, такая старая, такая советская скромность еще, так сказать, нежелание выпячиваться. Все это у родителей Овечкина тоже есть. Ну, мне посчастливилось с ними общаться несколько часов, и очень-очень много интересного узнать у них о том, как рос будущий великий снайпер российского и мирового хоккея. И, собственно, у меня книга и начинается. Ну, после вступительного слова, которое здесь произносит трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Дорионов, наш великий профессор, он написал в предисловие, после этого у меня сразу же все начинается с родителей Овечкина. Потому что это те люди, без которых никогда не появилось бы при всем таланте, какой бы у Саши ни был дар. Тем не менее, и вообще глобально обе эти книги посвящены тому, сколько нужно вложить в маленького российского хоккеиста ребенка, чтобы из него потом на выходе получились такие вот звезды, какие мы видим. Ну, у всех по-разному судьбы складывались. Допустим, в случае с Артемием Панариным колоссальную роль сыграл дедушка по имени Владимир Ильич Левин. Вот так как это неудивительно. В Коркино они жили, если бы не дед, вся остальная семья была против того, чтобы он занимался хоккеем. Дед возил его каждый день, 40 километров между Коркино и Челябинском, он его возил все время, каждый день на занятия в школу трактора. При этом, как все происходило, бабушка пекла пирожки, дед с внуком, с Темой ходили на пруд, ловили рыбу. Что-то еще, значит, а, доили корову, бабушка доила корову. Потом бабушка шла все это, пирожки, рыбу жареную и молоко свежее, шла на трассу, продавала все это дело. Таким образом добывались деньги на бензин. И на этом бензине дедушка Панарино возил маленького Тему в школу трактора. Если бы не было, если бы все вот это вот не... Вопреки всему происходило. То есть вы понимаете, откуда пришлось подняться Теме из маленького городка на Урале. Вот так вот, столько всего нужно было преодолеть. То есть там миллион тоже историй. У каждого из этих героев куча была, ну, вещей, которые им нужно было преодолеть. Это фантастические жизненные истории, которые, я очень надеюсь, вдохновят также и детей, и их родителей, которые только... Ну, детей, которые только начали заниматься хоккеем, и родители, которые должны понимать, что их на этом пути ждет. И я очень надеюсь, что эта книга, что они тоже прочитают эту книгу, и это вдохновит их на то, чтобы продолжать этот путь, чтобы не сбиваться с него, чтобы идти дальше и добиваться того... Эта книга показывает, чего способны добиться ребята из любого российского города абсолютно, если они будут идти, они и их родители будут идти правильным путем. Кстати, про книгу, если уж мы говорим и говорим о сегодняшнем празднике, о Дне книгачей, то приятный сюрприз от Библиоглобуса. Скидка на книгу 25%, так что можете приобрести для себя не только интересное чтиво, но и в том числе сэкономить. Если мы говорим о двух томах, о семи главных героев этих двух томов, подсчитывали примерно, какое количество интервью понадобилось с друзьями, с родителями, непосредственно, возможно, с ними, чтобы написать эти два тома? Вот прям вот количественно я не считал, но много. Как раз дело-таки в том, знаете, иногда читаешь книгу и понимаешь, что автор с героями, при том, что герои принадлежат к нашему времени, одно дело-то, автор пишет книгу о Шекспире, еще там о ком-то из, ну, былых веков. Ну, я в данном случае имею в виду, допустим, вот выходит книга о ком-то. Ну, если это наш современник, то, наверное, было бы правильно, чтобы автор с героем, с людьми, которые его окружают, с родными, с друзьями, с коллегами и так далее, с максимальным их количеством пообщался лично. Лично. Потому что только, ну, это, наверное, наилучший способ пропустить все через себя, понять, что за человек, как он таким стал и так далее. Иногда читаешь какие-то биографии и видишь, что, ну, допустим, выходили у нас книги, посвященные Гусу Хидингу, Дику Адвокату. Их написал, не помню, по-моему, Мартин Мейер, голландец. Я был знаком, хорошо и знаком, и продолжаю общаться и с Диком, и с Гусом. И вот Гус мне точно говорил, насчет Дика сейчас уже не упомню, что никогда в жизни он с этим автором не общался. Ну, вот написал он на нем книгу и написал. Собственно, никто не запрещает. По газетным заметкам? Не знаю, там, по Википедии, по газетным заметкам. Хотя еще, наверное, Википедии не было тогда, когда книга эта вышла. Я всегда считал, что нужно максимальное количество живого общения. И когда, например, мы с Володей Галединым писали книгу в серии ЖЗЛ о Федоре Черенкове, мы поговорили для нее с обеими женами Федора, и с братом, с дочкой, с друзьями по Спартаку, с Родионовым и Шавло, с одноклассником, с однокурсником, с парнем, с которым они вместе играли, занимались в школе Спартака и так далее. Здесь ситуация схожая. Я ставил себе целью понять героев через максимально возможное количество общения. И, допустим, в каждой из трех глав присутствуют родители. Значит, оба родителя Овечкина, папа Малкина, мама Кучерова. Значит, с каждым из них у меня были большие обстоятельные, хорошие душевные разговоры. Ну, естественно, с ними самими. Мне повезло попасть прямо в такой небольшой период времени, когда открылся Никита Кучеров, потому что, в принципе, он человек очень такой замкнутый. И когда мне говорили, когда я пытался, так сказать, ну, начинать как-то вот на него выходить, мне все говорили, да это без шанса вообще, он ни с кем не разговаривает. Изначально все-таки непосредственно выходили на героев в книге, а потом уже они описывали свое окружение. По-разному все было, знаете, просто вот с тем же Никитой мы в начале, как было, еще, по-моему, конец 2017-го, начало 2018-го года, когда Кучеров, ну, уже где-то сезон-другой блистал в НХЛ, мне страшно захотелось понять, кто он, что он, что за человек, потому что, ну, о нем практически ничего не было написано в этот момент. И тогда я через его агента вышел на его маму и на первого тренера, Геннадия Геннадьевича Курдина. Значит, мы с ними вместе встретились и много-много часов прям проговорили взахлеб. Прямо вот человеческая жизнь прошла вот перед глазами и столько всяких историй потрясающих, как родители уезжали в Уругвай, и, ну, отец военный, там, он уезжал туда по службе, мама тоже с ним поехала. И, ну, это означало, что уже начавший заниматься хоккеем Никита оказывался без хоккея, потому что вы представляете себе, какой хоккей в Уругвай, не знаю, там, может, существует хоккей на траве, я не в курсе. Там травы тоже нет, мне кажется. Нет, там с травой, я думаю, там все нормально, прям смотря с какой. Не важно. Не, на самом деле, у Уругвая, говорят, самая благополучная и такая, ну, скажем так, преуспевающая страна в Южной Америке, поэтому, в общем-то, там как раз, если серьезно говорить, там как раз, я думаю, что, в общем-то, и спортом любым заниматься можно, но не зимним все-таки. Соответственно, возникает вопрос, как вообще быть с пацаном, который, как выразился Курдин, первый тренер, начал уже, что называется, подавать признаки жизни, кататься немножечко уже чего-то. И Курдин убедил родителей оставить его там с бабушкой, с теткой, я уже не помню, там, тетка приехала из Майкопа и сказал, что он будет каждый день возить его из дома, да, 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 Курдин, каждый день будет возить его из дома на каток и обратно, то есть он будет всю эту вот эту организационную составляющую возьмет на себя. И вот три года, которые отец служил в Уругвая, и мама была там, они приезжали раз в год, ну, что называется, понятно, что мальчишка плакал, там, скучал по ним и так далее, но хоккей его до такой степени тянул и привлекал, что вот это его примеряло с такой вот ситуацией. И, естественно, родителям тоже было очень больно с сыном расстаться на все это время, но ради вот достаточно эфемерного, казалось бы, такого будущего, тем не менее, они на это пошли, и как-то раз, там же есть, как я понимаю, наверняка вопрос, расскажите какие-нибудь истории про каждого из них, вот рассказывают на опережение, и как-то раз едут по Москве, там в какой-то очередной жуткой пробке на Ленинградке стоят, значит, раздолбанные жигули, которые ведет Курдин, и сидит, значит, на заднем сиденье маленький Никита. И Курдин уже, так сказать, машина разваливается, пробка страшная, еще вот, так сказать, даже тучи сгущаются. Да, и Геннадий Геннадьевич бурчит и говорит ему, вот так это в шутку, вот, а пацан, ну там 10-12 лет, я не знаю, значит, говорит ему, вот в НХЛ заиграешь, машину мне подаришь, значит, он запомнил. Да, тот говорит, подарю. Значит, в итоге он это запомнил, и когда Кучеров подписал первый большой контракт, не контракт новичка еще, потому что там еще такие скромные достаточно деньги все бывают, но когда он подписал первый серьезный контракт в НХЛ, он позвонил маме и сказал, набирай Геннадьевича и, так сказать, пусть машину выбирает. Тот в шоке был, потому что он не подозревал, что запомнил этот разговор, который был много-много лет назад, и в итоге, по-моему, рейдж-ровер, если не ошибаюсь, подарил. Вот такая вот история, которая говорит о благодарности и о том, насколько пацан запомнил то, что хорошее, что для него было сделано. И вот мы встретились, мне все это рассказали мамы и Курдин, а потом, когда материал вышел, понравился Никите, как я понимаю, и там через пару месяцев мы встретились на матче звезд НХЛ как раз в Тампе в том году, эта игра проходила, там, где Кучеров, собственно, и играет. И мы пару часов тоже взахлеб с ним проговорили, через время Кучеров опять закрылся, с тех пор уже ничего из него не вытянешь. А тогда прямо вот нараспашку, и мы тоже очень душевно хорошо пообщались, и это тоже вошло в тот разговор. Много историй было, условно, можно ли сейчас себе представить, что Кучеров, сейчас одна из самых главных звезд НХЛ, что хоккейный клуб ЦСКА предложил молодому хоккеисту Кучерову делать операцию на плече за свой счет. А вот было такое. И это так оскорбило, обидело Никиту, что он решил уже все, я уезжаю. И вот он уже был задрафтован Тампой к тому времени, и его там представители позвонили там в Тампу, спросили, так сказать, вот как, готовы ли они сейчас, они, так сказать, ну, опять же, вот такая вот проблема, травма, операция. Да мы ему сделаем все в два счета. В итоге они поехали, тут же его прооперировали, по-человечески они там каким-то мародерским методом. И в итоге мы сейчас видим, что происходят фантастические вещи. В этом сезоне, ну, не в этом, уже в прошлом сезоне, Кучеров пропустил из-за травмы после операции, пропустил весь регулярный чемпионат, вышел прямо уже на плей-офф и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Вообще без игровой практики, без единого проведенного матча до того. Это невероятно. В лучшей лиге мира, плей-офф в кубковой стадии, когда все начинают играть в пять раз жестче, чем в регулярке, вообще не сыграв до этого ни одного матча, взять и стать лучшим бомбардиром национального Кубка Стэнли. Команда выиграла Кубок Стэнли второй год подряд. Невероятные истории совершенно. Класс. Мы говорим о двух томах, о семи героях. Понятно, что примерно начальная точка одна и та же. В финале тоже мы видим, это звезды мирового хоккея. А вот проследили ли вы весь путь всех семерых и нашли ли что-то там общее? Это один сценарий? Примерно. У всех свои, конечно, истории, понятные. Каждый человек индивидуальный. В истории преодоления. Конечно. То есть, общие вещи, это, можно сказать, громадная роль двух дедушек. Панарина и Тарасенко. Ну, по-разному всякое бывало. Кому-то, кто-то москвичи, кто-то с периферии, у них путь был еще длиннее. Допустим, все равно, наверное, московскому мальчишке легче добиться каких-то таких вещей, чем пацану из Коркина. Ну, у Василевского была вообще нереальная история, когда там они, ну, папа был вратарем. Опять же, допустим, что-то еще объединяет это, у кого есть, допустим, игровое прошлое у родителей. Тут мы это можем увидеть на примере Тарасенко, у которого папа был лучшим бомбардиром, опять же, лучшим снайпером Российской Суперлиги, или это еще она называлась Межнациональной Хоккейной Лигой в 90-е годы. Значит, и сын тоже стал снайпером. У Василевского папа был вратарем, пусть даже не о каком-то там топ-уровне, но тем не менее играл в высшей лиге. И... Династия прослеживается. Да, Андрей тоже стал выдающимся вообще супер-вратарем, там, лучшим вратарем Национальной Хоккейной Лиги. А есть, допустим, истории, допустим, у Жени Малкина папа работал на заводе на Магедогорском металлургическом комбинате, у Сережи Бобровского папа был шахтером, и ему там... Мы с папой Бобровского разговаривали тоже для книги, значит, ему везло реально, вот он пару раз, один раз точно, когда был завал, он был на поверхности земли, и мог бы и не выйти оттуда, если бы был в этот момент внутри шахты. То есть где-то это дети простых рабочих людей, где-то это дети хоккеистов. То есть, ну, опять же, наверное, какие-то совпадения в определенных моментах можно найти. У Овечкина спортивные корни, мама двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, и она ему говорила, если ты занимаешься спортом, в нашей семье, значит, ты должен быть лучшим, первым и только первым. Второе место в нашей семье не признается. Он впитал это с детства. Папа, опять же, папа играл в футбол, дошел до дубля московского «Динамо», там получил серьезную травму, и его прооперировали, уже после этого карьеры серьезной большой не получилось, но он в итоге весь вложил себя в сына. У всех свои истории, у всех свои биографии, и, значит, у Андрея Василевского тоже была история невероятная, когда, допустим, папа закончил карьеру, занимался индивидуальными грузовыми перевозками, но в какой-то момент не было заказов, что-то жили совсем бедно, и они собирали, ездили по району, вокруг Уфы, там собирали пустые бутылки, где-то там жуткие, грязные, и потом на даче два пацана Василевских, Андрей и его старший брат Леша, с которым мы тоже говорили для книги, и с ним, и с папой, они мыли, там ванна у них стояла, вынесена была на улицу, они мыли эти бутылки, и, значит, дохлая мышь в одну бутылку забралась. Как? Невозможно понять. Ну, понятно, что она была еще не дохлая, когда она туда забралась, но нашли дохлую мышь в бутылке. Бутылка 20 копеек на секундочку, чебурашка. А потом отмывали и ездили, перепродавали на базу, уже какие-то деньги с этого получали. То есть так вот жили некоторое время. И Андрей маленький сказал, посмотрел на все это и сказал родителям, мы так же жить не будем, и когда подрасту, вы будете жить совершенно по-другому. Обещание выполнено. Чем хуже, тем лучше получается? Не всегда, не всегда. Опять же, чаще всего, да, ребята из бедных семей поднимаются, вот этот социальный лифт мотивирующий. Ребята из семей побогаче, они не так сконцентрированы на том, чтобы поменять все в своей жизни, в жизни своих. Что уже что-то есть. Да, но бывают и исключения тоже. Совершенно они тоже не жили за бетонную, чтобы... То есть, ну, не жили Овечкины в бедности. Вообще никак не жили. Мама, опять же, закончив карьеру, стала и главным тренером, президентом женского баскетбольного «Динамо». То есть, нормально жили, но там спортивные гены, и там все равно они огромное внимание Овечкины уделяли росту вот его спортсмена. То есть, благодаря усилиям мамы Овечкина, с ним индивидуально, например, катался, занимался на льду Александр Мальцев, величайший. Опять же, через родственников вышли на Игоря Лорионова, и тот, как-то приехав летом из НХЛ, немножко позанимался с Сашей тоже чуть-чуть. То есть, ну, вот как-то вот такими вот усилиями, ну, может быть, не было бы таких занятий, и не выросла бы такая суперзвезда, кто знает. Хотя вот мы видим, как этот фантастический человек мотивирован даже уже в далеко не юном по спортивным меркам возрасте, как сейчас, в 36 лет, и он возглавляет гонку там снайперов и бомбардиров даже по гол плюс пас, чего у него давно уже не было. Последний раз, допустим, 100 очков Овечкин набирал в сезоне 2009-2010, то есть уже 12 лет назад, тем не менее, вот и 90 очков с тех пор у него не было. Сейчас у него уже 60 практически, прошла половина сезона. Даст бог, я очень хочу, чтобы он выбил очередной полтинник по голам, и тогда он сравняется по этому показателю с людьми, которые 9 раз в карьере это делали, и первое место занимают в НХЛ по этому показателю с Уэйном Грецкий, с Майком Баси. Вот у него 8 сейчас. И была обиднейшая ситуация в позапрошлом сезоне, когда наступивший ковид парализовался, так сказать, регулярный чемпионат, и прервали сезон, не стали его доигрывать. Буквально за 14 игр до конца регулярки у него уже там чуть-чуть оставалось. Панарину чуть-чуть до 100 очков оставалось, Овечкину чуть-чуть до 50 голов, не помню, 48 уже было к этому моменту. И вот так вышло, что он не набрал вот этот вот в высшей степени заслуженный полтинник, который был уже на расстоянии вытянутой руки от него. И вот я очень надеюсь, что сейчас это ему удастся. И что сейчас ему удастся спустя 12 лет набрать 100 очков. Это было бы очень-очень круто. И где он находит в себе силы, чтобы в таком возрасте соперничать с людьми, такими как полными молодости и сил, как Макдэвид, как Драйзайтл и так далее, как Остон Мэтьюс и так далее. Ну, это невероятно совершенно, то, что он творит в этом сезоне. Ну, это гены, наверное, какие-то наши, русские, не побоюсь этого слова. По большому счету, хоккей и команда в хоккее, это все-таки отдельная какая-то звезда, на которую все работают? Опять же, нет. Когда, нет, безусловно, индивидуальные достижения имеют большое значение. И сейчас все равно тема вот этого противостояния, ну, Овечкина с рекордом Грецки обсуждается, наверное, глобально в лиге даже больше, чем результаты Вашингтона, там, выигрывают ли они еще раз Кубок Стэнли и так далее. Но, опять же, почему? Потому что Овечкин уже выиграл, будучи капитаном Вашингтона, Кубок Стэнли в 2018 году. Если бы у Ови выигранных Кубков не было ни одного, то, конечно, половина обсуждений была бы о том, что он забивает супер-количество голов, является таким вот великим снайпером, но вот такая вот беда… Как с Оскаром у Ди Каприо, да? Да, действительно, как пока Ди Каприо не мог выиграть Оскар, все говорили о том, что Ди Каприо не может выиграть Оскар, хотя у него там картины были, фильмы фантастические, феноменальные, кого он только не играл. А потом выиграл, ну все хорошо. И вот так же Овечкин выиграл в 2018 году Кубок Стэнли. Первый, кстати, российский капитан команды НХЛ, который выиграл Кубок Стэнли. И после этого я даже… Мы в 2019-м общались с Сашей, записывали там где-то такое интервью в двух частях, половину сделали в Сан-Хосе, половину в Лос-Анджелесе. И я прямо видел, как Сашу отпустило. Насколько он стал более… Он всегда раскованным был. Дискомфорт был. Но как-то вот это вот… Это перестало его мучить. Он стал намного легче, проще с журналистами общаться. И он стал более счастливым. Опять же, к тому же в том же году у него первый ребенок появился, Сережа, сын. И вот это все сделало его каким-то… Ну, то ли он и помудрел немножко, наверное, повзрослел. И какое-то вот ощущение гармонии и счастья в нем появилось. И при этом его абсолютно это не демотивировало. Наоборот. Да. И сейчас, как мне кажется, главная мотивация для Саши, помимо того, что, понятно, он хочет догнать Грецки, но главная его мотивация – играть для детей своих, чтобы они его видели. И Сережа уже сам с шайбой вполне, так сказать, на конечках управляется. Три с лишним годика ему. И он уже ходит на игры. И даже он, когда Овечкин сделал хитрик не так давно, он бросил кепку уже на лед, как это принято, когда человек забивает три шайбы в одном матче. Так вот, мы говорили о том, сможет ли догнать Овечкин Грецки. Когда мы с ним это обсуждали в 2016 году, он был категоричен, что это невозможно, это все эти разговоры на эту тему, это, так сказать, все ерунда. И он не верил в это в тот момент. По крайней мере, говорил, что не верит. А вот когда мы в 2019 с ним разговаривали, он уже не был столь категоричен. И мы как раз, он сказал мне, что он, ну, как сложится. Он сделает для этого все возможное. Но, конечно, Уэйн величайший хоккеист, и, так сказать, надо, чтобы все сложилось, надо, чтобы удача сопутствовала, чтобы здоровье не пострадало, там, и так далее. Тогда, может быть, это станет теоретически возможно. Сейчас, глядя на то, что он не сбавляет, что он играет, он единственный, кстати, кто пока не пропустил ни одного матча за Вашингтон в этом сезоне, потому что… Впечатление, что он больше сейчас играет в удовольствие. Да, да. Значит, и уже когда он не забивает, вот он сейчас два матча подряд не забил, просыпаешься, смотришь, Овечкин не забил. А с чего это вдруг? На каком основании? Стоит расслабился. Но на самом деле, конечно, то, что он вытворяет, это абсолютнейшая фантастика. Я надеюсь, что эта книга поможет вам, ну, как-то понять для себя, каким образом, за счет чего, что его таким сделало. В принципе, вообще, главная моя задача, которую я перед собой ставил, это было вот это вот… Рассказать о судьбе. Как вот, как все было в начале, какие моменты он тот или иной герой преодолел, через что прошел, чтобы вот, ну, связать какие-то моменты из детства с какими-то из уже профессиональной карьеры и так далее. Вот у того же самого Саши были, там был ряд эпизодов, когда, ну, был, по-моему, 12 лет ему, что ли, было. Один матч оставался в чемпионате Москвы, и ему сказали, что вот тебе осталось, тебе нужно забить, по-моему, два гола. Ну, могу ошибаться, но если мне не изменяет память. Два гола, чтобы побить рекорд в истории чемпионатов Москвы, который принадлежит Павлу Буре. Значит, а можно себе представить, кем был Буре тогда для Овечкина? Потому что это был как раз 98-й год, то есть сразу же фактически после Олимпиады в Нагана, когда Буре забил 9 голов в 5 матчах и стал, ну, понятно, лучше в бомбардировке, то есть больше него за одну Олимпиаду никто не забивал, это понятно из наших. Значит, но вот эти 5 голов финнам в полуфинале, которые все помнят, это невероятное было событие, о котором вся страна говорила, и мне посчастливилось на этом матче быть, первая моя Олимпиада была, на которой я работал. И, может, кем он стал тогда для детей? Я помню, что в Спортэкспрессе тогда, так сказать, через день, по-моему, играли они в субботу, что ли, или в пятницу, и вот следующий номер вышел с шапкой на первой полосе наверху. Сколько детей в России сегодня проснуло? А, сегодня получит имя Павел, что-то в таком вот духе. Или вчера получили имя Павел, что-то в таком вот духе. И вот, можно представить, Буре, супергерой, суперкумир. И говорят, и родители говорят Овечкину, ты можешь, забьешь сегодня два гола, побьешь рекорд Овечкина. Буре. Да, Буре побьешь, рекорд Буре. Он выходит, забивает 4. На ровном. И еще одна история, которую рассказывала мама Овечкина. Как-то раз, ну, она периодически приходила там, значит, на трибунку смотреть тренировки Сашины. И как она говорит, ну, иногда родители подопьют, и что-то начинают там обсуждать, там, кто, кто там блатной, там, кто еще какой. И как-то раз она пришла и услышала, что родители говорят, а, ну, понятно, Овечкин, у нее же мама президент Динамо баскетбольного, конечно, он всегда будет там в первом звене, там, и так далее. Мама завелась и приходит к первому тренеру, к Вячеславу Кириллову, и говорит, Вячеслав, вы можете сделать мне большое одолжение? Вот в следующей, со следующей тренировки, в следующем матче поставить Сашу в последнее звено, в четвертое. Значит, он на нее смотрит и говорит, Татьяна Николаевна, упаси Боже, как я могу такое сделать, если он, ну, реально лучший? Нет, сделайте это, пожалуйста. И надо, чтобы он что-то доказал, чтобы он показать, как вот он может играть со слабенькими ребятами в звене. Я вот просто, я вас очень прошу, это и ему на пользу пойдет. Она не стала, естественно, ему говорить, так сказать, почему она его об этом попросила. Значит, ну, ладно, уговорила. Причем она ему сказала, ну, вот он в итоге, увидите, через там пару матчей четвертое звено будет первым. Ну, естественно, так оно и получилось. Даже слабенькие, совсем еле катавшиеся пацаны с ним в звене, там, раз, они поднялись, и все равно больше всех голов стали забивать. И это ей было нужно, чтобы самой себе, это ему было нужно, чтобы показать, что он способен прокачивать и более слабых мальчишек. Четвертое звено. Ну, да, это всем было нужно. И в итоге это оказалось нужно мировому хоккею. Класс. Друзья, сейчас перейдем к вашим вопросам, но прежде напомню, если эта книжка вам нужна, сегодня можно приобрести со скидкой 25% аттракцион невиданной щедрости от Библиоглобуса. Да, вопросы? А скажите, пожалуйста, вот на Олимпиаде американцев не будет, а в нашей сборной из них никто не имеет права выступать, да? Из НХЛовцев? Ну, вот из них нет, да? Нет, к сожалению, не имеет. То есть НХЛ, то есть просто из-за эпидемии как раз пошел этот омикрон, и до 10-го по договору между, по контракту между МОК и НХЛ, 10 января был дедлайн, и НХЛ должна была дать последнее уже свое окончательное слово, едут они или не едут на Олимпиаду. И, к сожалению, из-за того, что очень много игр было перенесено, и был большой риск не доиграть сезон до конца, из-за такого количества переносов, НХЛ сказала нет, чем очень расстроило всех хоккеистов, которые, потому что ребята из всех сборных страшно хотели поехать на Олимпиаду, тем более получилось так, что, например, тот же Кучеров, он до сих пор на Олимпиадах не играл. Потому что и предыдущая Олимпиада в Пхенчхане, в Корее, тоже НХЛ в ней не участвовал. А, соответственно, если человек там на контракте, то он не имеет права ехать ни при каких обстоятельствах, к большому сожалению. Поэтому они мечтали сыграть на Олимпиаде, Овечкин, Малкин, Кучеров, собственно, все семь героев и очень многие другие. Но, к огромному сожалению, они не сыграют. Это будет фактически турнир такой 25-х составов, как сейчас многие называют, китайский этап Евротура. Потому что, ну, ребята, ну, все равно в любом случае нашей команде удачи, и я туда поеду, буду об этом писать. И понятно, что, ну, хоккей он и есть, хоккей, и Олимпийское золото есть, Олимпийское золото. И все равно все помнят, как за 55 секунд до конца финала в Пхенчхане в меньшинстве Никита Гусев сравнял счет невероятным образом. Да, а потом Кирилл Капризов забил победный гол в овертайме. Сейчас снова Никита Гусев, который, ну, несколько лет провел в НХЛ, там, без особого успеха. Ну, первый сезон у него неплохой был в Нью-Джерси Дэвилс. Но потом, ну, что-то не сложилось, к большому сожалению. Но вот теперь мы хотя бы на него посмотрим, на его второй Олимпиаде. На первой он был суперзвездой, признанный тогда лучшим игроком турнира Илья Ковальчук, теперь генеральный менеджер этой олимпийской сборной нашей. К сожалению, ну, фактически закончил карьеру, формально еще об этом не объявив, великий Павел Дацук, который провел пять Олимпиад, и пятая для него Пхенчхане оказалась золотой. Я думаю, что если бы Паша остался на этот сезон, потому что прошлый сезон он прекрасно провел за автомобилист, в 43 года, да, тем не менее, я думаю, что если бы он решил еще играть в этом сезоне, то он бы сейчас поехал на Олимпиаду. Но, к сожалению, этого не произошло. Еще один герой той Олимпиады, Кирилл Капризов, теперь суперзвезда Миннесоты в НХЛ. То есть Олимпиада зажигает новые звезды. И сейчас несколько хоккеистов из того состава в НХЛ очень хорошо смотрятся. И помимо Капризова на очень хорошие роли в своих командах вышли защитники Влад Гавриков в Коламбусе. Он уже больше 20 минут в первой паре играет. Артем Зуб в Оттаве тоже с этого сезона. У него прям такой резкий, бурный прогресс пошел. Тоже больше 20 минут игрового времени проводит. Саша Барабанов, который был не то, что прям звездой и в Олимпийской сборной, он был в третьем звене, в СКА тоже плюс-минус второе-третье звено. Тем не менее, он сейчас очень хорошо играет. Олимпийские победы, они где-то приводят и к тому, что ряд хоккеистов победной психологией, победным менталитетом пропитывается и потом очень хорошо себя проявляет в дальнейшей карьере. Ну, не у всех, к сожалению, так получилось. Для Овечкина плюс 4 года будет ли он на следующей Олимпиаде? Не знаю, я почему-то верю в то, что ему будет 40 лет, но, глядя на эту машину, если Тимус Селяни, финн знаменитый, в 43 года стал MVP, лучшим хоккеистом, был признан Олимпиадой в Сочи, то почему Саша Овечкин в 40 лет не поедет на Олимпиаду в Милан и не сможет там здорово сыграть? Кстати, понимаете, так вышло, что единственный пока классно проведенный на топе на своем Олимпиаде для Овечкина стала его первая Олимпиада в Турине в 2006 году, когда он туда поехал 20-летним мальчишкой, который первый сезон только проводил в Национальной хоккейной лиге. И он, между прочим, может быть, кто-то из вас этого не знает или подзабыл, но он забил победный гол в ворота Канады в четвертьфинале, когда мы выбили кленовые листья из турнира, а канадцы там были действующими чемпионами, они в 2002-м в Salt Lake City выиграли Олимпиаду, и мы с ними играли в четвертьфинале, Овечкин забил первую шайбу, потом вторую Алексей Ковалев, по-моему, забросил уже в пустые ворота, если мне не изменяет память, да, или не в пустые, не в пустые еще, но на последней минуте в любом случае это было. И, в общем-то, с тех пор Россия Канаду в сильнейших составах никогда не обыгрывала. И вот, то есть даже юный Овечкин внес очень большую лепту, хотя когда говорят там, да что Овечкин за сборную показывал, ну, во-первых, он трехкратный чемпион мира на всякий случай, во-вторых, он забил победный гол, последний победный гол в нашей Канаде в сильнейших составах. И он на той Олимпиаде забил пять голов. Ну, то, что дальше не получилось, глобально не получилось, потому что отдельные матчи очень хорошие были, как с чехами, например, в Ванкувере. Значит, в 10-м году в Ванкувере, в 14-м году в Сочи. Я скорее это связываю с тем, что наши тренеры все-таки не обладали тем набором навыков, знаний, умений, который позволил бы им использовать все лучшие качества наших топовых звезд. Все-таки в НХЛ тренерское искусство развивается гораздо более быстрыми темпами. и мне кажется, что это было главной причиной. Что, в общем-то, то внимание деталям, которые уделяются в НХЛ, ну, у нас тренеры больше, так сказать, и не раз мы об этом слышали, о том, что, в общем-то, скорее, так сказать, соперникам, ну, не знаю, там, внимания особого не уделяют, разбору игр соперников, поиску слабых сторон и так далее. То есть, в общем-то, наши специалисты так не знают НХЛ, как я никогда не понимал, почему наши руководители хоккейные, и не только хоккейные, но и политические, потому что хоккей у нас, в общем-то, тесно связан с большой политикой, почему никогда наши большие начальники не были готовы на то, чтобы нанять, ну, как минимум сделать членом штаба, а как максимум главным тренером, значит, североамериканских специалистов. И, в частности, вот даже консультантом, хотя бы вот пару лет назад, я, ну, три года назад, я сделал большое интервью, посчастливилось мне познакомиться с величайшим Скотти Боуманом, самым великим тренером в истории Национальной хоккейной лиги, девять раз как главный тренер, выигравший кубок Стэнли, там близко, ни у кого нет таких результатов. И Игорь Лорионов меня с ним познакомил, и я четыре часа просидел дома у Боумана в его зимнем доме в Сарасоте во Флориде. И это человек с феноменальной, невероятной памятью, который помнит прекрасно, что происходило в 30-е, в 40-е годы в хоккее, там, в 50-е, рассказывал мне невероятные детали, фантастические. И вот, ну, не так давно после Кубка Стэнли, когда Тампа второй раз выиграла, прошлым летом, мы с Боуманом созвонились и еще где-то полчаса 40 минут обсуждали в основном текущие события в НХЛ, потому что все про историю мы проговорили тогда, еще три года назад. И я спросил его, как бы он отнесся, тогда же еще казалось, что НХЛовцы будут играть на Олимпиаде, как бы он отнесся к тому, чтобы быть, там, условно, консультантом сборной России. Он сказал, да прекрасно, пусть звонят, во всем расскажу, и я всегда открыт для общения. Ну, в Спортэкспрессе это вышло, кому нужно, это прочитали. Но почему-то никаких активных действий, значит, видимо им нужно, чтобы в хоккее в нашем все решал Роман Ротенберг. А Скотти Боуман это так, по сравнению с Романом Ротенбергом это так. Ну, это их право. Правда, сейчас к этой Олимпийской сборной Роман Ротенберг никакого отношения не имеет. Другой клан выиграл эту борьбу. Да, и поэтому всего три человека из СКА, но семь из ЦСКА. Но, тем не менее, мне нравится в целом состав этого тренерского штаба, потому что там много НХЛ-овских людей. И мне очень понравилось, что привлекли в качестве одного из помощников Сергея Гончара, который еще в позапрошлом сезоне был вторым тренером Питтсбурга. То есть он точно знает, как это все... В материале. Да, да. Как это сейчас происходит, работа в тренерском штабе, национальной хоккейной лиге. И говорят, что он очень много делает в этом плане сейчас в штабе. Ну и плюс все играли в НХЛ из штаба. И, в общем-то, этот... Ну, опять же, да, Алексей Жамнов не имеет опыта работы главным тренером достаточного. Но, тем не менее, все равно, в общем и целом, мне эта команда нравится, как таковая именно тренерская команда. Что там получится на Олимпиаде, другой разговор. Тот состав, который выбран, кажется мне как-то излишне оборонительным. Очень много ярких остроатакующих краев не взяли. Я все-таки надеюсь, что каким-то образом Андрей Кузьменко попадет в основной состав сборной, потому что это второй бомбардир НХЛ. И, кстати, его очень-очень хвалил Никита Кучеров, когда мы с ним несколько лет назад разговаривали. Он фанат дикий... Все-таки Кучеров дикий фанат любого хоккея. Он там смотрит телевизор, КХЛ, все что угодно. И вот он увидел где-то чуть ли не в товарищеском матче Кузьменко, он ему очень понравился. И он сказал, быстрее бы Кузьменко в НХЛ приехал. Но в НХЛ до сих пор Кузьменко не приехал, но стал вторым на данный момент бомбардиром среди русских хоккеистов в КХЛ. И, тем не менее, он не попал... То есть он попал в список запасных. Он, да, сейчас командой тренируется, играет. Сегодня, говорят, была контрольная игра, где второй состав обыграл первые 3-0, и все три гола забил Кузьменко. Но он в запасе. Оказательно. Да. Посмотрим, что из всего этого дела получится. Но, кстати говоря, как раз, опять же, увязка этой олимпийской сборной с этой книгой. Это то, что Кучеров прям очень-очень с большим азартом и вдохновением говорил об Андрее Кузьменко, который сейчас, так сказать, находится в распоряжении олимпийской сборной России. Да, спасибо. Уважаемый Игорь, вот радуемся за ваши книги, за то, что вы преподаете. И в МГУ, и в журналистике. В МГУ, кстати, сейчас я как раз не преподаю, это такая немножко устаревшая. Ну сказали, да. Устаревшая. Я тоже не слышал этого, да. Вот. Но все же обидно становится за Спортэкспресс. Уровень газеты ниже становится, чем было, когда вы там феерили своими американскими репортажами. Я работаю, продолжаю работать. Ну все равно уже того, что раньше было, нет, вы заняты, я понимаю. Нет, все-таки основная моя работа все равно это Спортэкспресс. И в общем-то для меня это имеет прежнее значение. Вот звезды ушли, и Просветов, и Зичковский, и Беленький, которого репортажи было чудесно читать, и Скока, и Борис, это как зам главного был, ушел и когда играет. Кто, когда будет поднимать уровень Спортэкспресса? Ой, вы знаете, я все-таки не считаю себя вправе такие вещи публично обсуждать, потому что мое решение не лезть в начальство, а просто быть обозревателем, который отвечает только за свои материалы. Оно было совершенно осознанным. Я один раз в начальство попытался, даже не полез, а попытался только в конце 2011 года объяснить, что все после смерти главного редактора Владимира Михайловича Кучмия пошло не тем путем. Но в итоге это все закончилось моим увольнением в 2012 году. Это отдельная история, я об этом рассказывал достаточно подробно в книге. «Секс в большом спорте», который мы вместе с Сергеем Микуликом написали, посвятили его как раз истории Спортэкспресса. Я считаю себя, то есть я решил идти каким-то таким самостоятельным путем внутри газеты. Я не хочу отвечать сейчас за все и за всех. Время для медиа достаточно сложное со всех точек зрения. И я очень хорошо отношусь к главному редактору Спортэкспресса Максиму Максимову. Я знаю, что он делает все возможное, чтобы газета росла, жила и существовала. Что касается каких-то вещей, с которыми я могу быть не согласен, ну пусть это останется внутри редакции. Я скажу это лучше там. То, что вы назвали авторов, мне очень сильно жалко, что того же Дзичковского и того же Беленького в Спортэкспрессе нет. Значит, ну это произошло достаточно давно уже. Ну, тем не менее, появляются все равно сильные фигуры у нас и периодически. У нас, я считаю, что очень хороший отдел хоккея. Если, например, как раз там лет 5-6, ну не 5-6, это 6-7-8 назад отдел хоккея был достаточно таким пропагандистским, я бы сказал, то сейчас как раз вот уже последние там лет, как раз вот времена там Максимова, главного редактора, отдел хоккея стал очень хоккейным. И мне это кажется очень важным, потому что стали писать об игре как таковой, о проблемах этой игры, так сказать, не делать искусственного акцента только на наших в НХЛ. Там, допустим, обо всем можно прочитать. Там прекрасные авторы у нас есть, жалко, что Игорь Еронко, но он пошел по другому пути, он решил попробовать себя в роли клубного сотрудника, так сказать. Он стал замом генерального директора Омского авангарда. И авангард тут же выиграл кубок Гагарина. Омский авангард из Балашихи, давайте уточнять. Да, Омский авангард, который переехал играть в Балашиху из-за проблем со стадионом в Омске. Тем не менее, играя в Балашихе, авангард с тем же самым Ковальчуком, кстати говоря, выиграл кубок Гагарина. А наш Игорь Еронко там замгенерального директора. Но у нас все равно очень классные журналисты пишут о хоккее, и я многому у них учусь, потому что я, ну, КХЛ я знаю плохо, я не очень внимательно слежу за лигой, потому что вот как-то подсев однажды на НХЛ в 96-м году, ну, что называется, после этого КХЛ мне уже было достаточно… Кайфы не меняют. Ну, да, да. Игорь, это время не могла из процесса, чем в какой-то дальнейшем? Я, нет, что касается там Спортэкспресса, я никогда, опять же, в начальство не лез, и лезть не собираюсь. Хочу отвечать только за свои материалы. Я понимаю, как сложно в нынешние времена отвечать за все, что выходит. Потому что разные цели, разные задачи, разные, так сказать, разные требования времени, скажем так. Когда я пишу сам, я могу, скажем так, совершенно не кривить душой, быть самим собой и отвечать за каждое написанное мною слово. Когда, будь я начальником, мне было психологически намного сложнее, и поэтому, ну, это не мое. Если и что-то там, какой-то процесс возглавлять, это что-то должно быть такое, ну, достаточно, ну, не такое глобальное, как Спортэкспресс. Сейчас что-то, может быть, опять же, связанное там с НХЛ, еще чем-то. Но я пока об этом не думаю, честно говоря. Игорь, добрый вечер. Очень рад нашей новой встрече и вашей новой книге. Теперь ждем следующую в феврале. Ну, да, кстати, вот то, что вы последнее сказали про хоккейную команду Спортэкспресса. Очень, действительно, очень сильные, интересные ребята. И Зислис, и Шевченко, и очень мне нравится. Климовицкий очень сильный автор. Очень мне нравится Иван Багун. Да, очень молодой парень. Молодой автор, да, согласен на 100%. Я прямо был восхищен его материалом. Вот, помните, на последнем чемпионате мира мы проиграли канадцам в четвертьфинале в овертайме 3 на 3. И если мне не изменяет память, тогда Валерий Брагин сказал, ну, это же лотерея. И вот Иван Багун написал прекрасный материал, где доказывал, что это не лотерея, что в НХЛ прямо на конкретных примерах приводил, что как много, как тщательно, кропотливо над этим работают. И что вот у нас действительно, вот это еще одно свидетельство того, насколько наша тренерская школа отстала от НХЛовской. Что вот это 3 на 3 у нас действительно кто-то всерьез еще считает лотереей. Хотя в цивилизованном хоккейном мире уже над этим ведется колоссальная работа. Ну, следующую книгу мы уже знаем, о чем она будет. Ну, и предвосхищая традиционный, всем надоевший вопрос про ваши творческие планы, я просто хочу сказать, что тем, особенно в футболе, неисчерпаемо. Убивают «Спартак» уже много лет и превращается в мыльную оперу. Теперь убивают «Локомотив» с тем же успехом. И скоро будет по длительности. Малые клубы тоже на грани выживания. Есть ли в ваших планах написать книгу о футболе? Да. У меня вот уже после выхода книги, второй книги об НХЛ, я могу, ну, я не буду сейчас конкретизировать, но скажу, что следующая книга выйдет, я надеюсь, что она выйдет, ну, и дай бог сейчас вообще в эти времена ничего нельзя, ни в чем нельзя быть уверенным, предсказывать на 100% и так далее. Да. Но я надеюсь осенью выпустить книгу, пока не буду, опять же, детализировать, к посвященному столетию «Спартака» в юбилею красно-белых. И, ну, понятно, что поскольку это будет речь о юбилее, то больше это будет, наверное, носить исторический характер. Опять же, пока не буду еще более, так сказать, детально об этом говорить. Ну, вот пока так. Хорошо, будем иметь в виду. Игорь, добрый вечер. Мои поздравления с выходом очередной книги. Думаю, будет интересно. Вопрос у меня вот какой. У нас много звезд в хоккее среди игроков, которые молодыми мальчишками еще едут в НХЛ. Почему никто из русских, кто закончил карьеру, не становится тренером в национальной хоккейной лиге? Ну, вопрос хороший, и ответ на него может быть достаточно простым. Там такая очередь из своих, что, ну, все-таки надо понимать, что если бы кто-то из иностранных тренеров, которые приехали в НХЛ, там действительно здорово бы блесну и добился бы чего-то значимого, это открыло бы дорогу и другим. Но не очень получилось у Ивана Глинки, покойного. В свое время он Питтсбург тренировал, и как раз они, если не ошибаюсь, они даже с Ягром разругались в это время. Хотя, казалось бы, кто должен поддерживать больше своего соотечественника, чем Яромир. Я не помню, кто-то, по-моему, еще из финнов тоже чуть-чуть небольшой срок тренировал в НХЛ, тоже не вышло. И больше таких прецедентов не было. Хотя, опять же, вот на самом деле всегда мы любим говорить о каких-то не случившихся историях, гадать, как бы это все было. И очень многие, я знаю, я разговаривал с людьми, с североамериканцами, в Национальной хоккейной лиге, с нашими, очень многие убеждены, что если бы Вячеслав Фетисов не вернулся в Россию и не стал бы министром спорта, то из него мог бы получиться очень сильный тренер. И, собственно говоря, в 2000 году в роли даже не второго тренера у Ларри Робинсона, они были почти на равных. Они были, можно сказать, как Лобановский и Базилевич в киевском «Динамо» с 75-го, 74-го, 75-го годов. Но там вообще считалось, два старших тренера они назывались. Но игроки для себя считали Лобановского чуть-чуть более важным, но тем не менее они были на равных. Так тут формально главным тренером был Ларри Робинсон, великий канадский защитник, еще из тех времен, когда на Кубках Канады играл против сборной СССР. Фетисов был его первым помощником, они были почти на равных. Об этом и Робинсон неоднократно говорил, и игроки тоже. И они выиграли Кубок Стэнли в 2000 году. И Фетисов, так получилось, что их штаб весь уволили, и как раз Фетисов буквально через несколько месяцев повез сборную России в качестве главного тренера на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. И это была последняя медаль на НХЛ-овских Олимпиадах, на Олимпиадах с участием хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Последняя наша медаль. Мы заняли третье место, проиграв в очень, такой, очень, так сказать, суперупорном матче американцам. Первые два периода нас повозили, правда, изрядно, 0-3 было. Потом на третий период вышла совершенно другая команда. Два отыграли, потом был этот гол фантом Самсонова. Никто не знает, был он или нет на самом деле. Но в итоге одну шайбу проиграли. И Фетисов совершенно справедливо сказал, что нельзя два периода, не играя в хоккей, за один период потом выиграть матч. Тем не менее, он был, кстати, убежден, что гол фантом был на самом деле. Но этого никто уже никогда не докажет. Более того, смотрели люди со всяких разных ракурсов видео, и вроде бы все-таки не было там гола. Тем не менее, вот с Фетисовым тогда команда была абсолютно боеспособной. Все приехали. Лорионов в 40 лет был, кстати говоря, к слову, об Овечкине на следующей Олимпиаде. А Лорионов в 40 лет, или даже в 41, нет, 41, по-моему, даже, был капитаном той команды. А Ковальчук в 18 был новичком. То есть и Матвея Мечкова сейчас вполне можно было бы на Олимпиаду взять. Вот, не знаю. У меня другое. У большинства хоккейных людей все-таки мнение, что рано еще. Ну, понятно, что если бы сейчас была Олимпиада с участием Манхэлловцев, об этом бы и речи не шло. Другой уровень, другой все-таки. Ну, совсем еще мальчик 17 лет, еще физически неокрепший и так далее. Но до такой степени пацану все равно против кого играть. Он первый матч выходит за, там, второй матч выходит за сборную, за первого, против взрослых мужиков и забивает вот этот вот, так сказать, так называемый гол лакроссом. Так сказать, берет шайбу на крюк и засовывает ее под перекладину. Это невероятно было. Мальчик, мальчику 17 лет, он имеет такую наглость забивать такой гол, играя против взрослых мужиков. На молодежный чемпионат мира, на Нью-Йоркском чемпионат мира тоже лакросс забил. На молодежный едет, забивает в первых трех матчах пять голов, по-моему, не помню уже. После чего турнир, правда, сворачивают из-за ковида. Там был полный бред и идиотизм, когда из-за одного отсутствующего, из-за одного заболевшего игрока команде присуждали техническое поражение. Естественно, турнир очень быстро, на четвертый день уже закончился. Но суть в том, что мне кажется, что на такую олимпиаду, какая будет сейчас, Мечкова можно было взять. Это дало бы ему неоценимый опыт. Все равно 13-м условно нападающим поехать, он бы там вышел на какой-то матч, доказал бы, что это все равно он может сейчас создавать остроту, забивать голы и так далее. Я не на секунду, это мега-талант. Ну, я разговаривал с специалистами с очень высокого уровня. Мне говорят, что скоростишки ему не хватает, что, может быть, так сказать, это ему где-то повредит, но нацеленность на ворота, чутье голевое, это наглость спортивная, это что-то невероятное совершенно. Так что, может, может и растет у нас уже новый Овечкин, скажем так. Ну, другого стиля, понятно, но именно как снайпер. Мне жаль, что он, кстати, что он не поедет на этот турнир. А что касается тренеров, работающих в НХЛ, у нас на, скажем, на вторых ролях несколько человек есть. Сережа Гончар, который сейчас в штабе сборной, работал несколько лет в Фиттсбурге и хорошо себя проявлял. Евгений Набоков, сейчас тренер вратарей в первой команде Сан-Хосе Шаркс, и если бы участвовали НХЛ-овцы в Олимпиаде, он был бы тренером вратарей сборной России тоже. Но поскольку он на контракте в НХЛ, поэтому, естественно, так же, как и игроки, выступающие в НХЛ, он не смог поехать на Олимпиаду. Сергей Брылин работает в фарм-клубе в системе Нью-Джерси Дэвилс, трехкратный, обладатель Кубка Стэнли. То есть, в принципе, несколько человек у нас работает в НХЛ, но просто не на первых ролях. Вопрос от вашего подписчика, от Андрея Муркина. Игорь, суммируйте... Мурник, Мурника. Мне просто так прислали, извините, Мурник мне прислали. Игорь, суммируйте, пожалуйста, что писала пресса в США и Канаде по поводу отказа НХЛ отпустить игроков. Как воспринимали эту ситуацию? Было возмущение, удовлетворение, безразличие? Ох, наверное, нельзя прям вот суммировать и сделать какой-то такой очень четкий вывод. Разная пресса писала по-разному. Единым было только одно. Это возмущение игроков. Другое дело, что далеко не все они делились этим возмущением публично. И, кстати говоря, Овечкин не давал интервью на эту тему. Все знают, Ковальчук говорил, Жамнов говорил, ребята некоторые другие говорили, что Овечкин до последнего боролся, ходил к владельцу клуба Теду Леонсису. Но ничего не удалось сделать, но публичных высказываний пока с его стороны не было. Но очень жестко высказывался на эту тему Брэд Маршан, такой, так сказать, знаменитый провокатор из Бостон Брюанс. Он прям называл вещи своими именами, прям, ну, крайне жестко отзывался на тему этого решения НХЛ, считая его абсолютно неправильным и несправедливым. Из наших хоккеистов ну, пару небольших интервью было, но, скажем так, ясно, что все крайне разочарованы, все очень расстроены, но прям вот войны в прессе на эту тему никто не поднимал. Ну, собственно, ГАЭ, что называется, никто не решил не махать, все решили не махать кулаками после драки. И на самом деле очень жалко, потому что НХЛ тем самым, ну, понятно, бизнес там процветает, и все ради этого бизнеса делается, но, тем не менее, все равно хоккей далеко не самый популярный вид спорта в Северной Америке. Он чуть ли не МЛС уже даже по какой-то общей, так сказать, телевизионному охвату там опередил. То есть, в принципе, уходя вот так с мировой сцены, замыкаясь на самой себе, НХЛ где-то, ну, в общем-то, выстреливает себе в ногу. Ну, а сейчас бурные продолжительные аплодисменты Игорь Рабинер, друзья. Спасибо большое. Сегодня в гостях. Игорь Рабинер, Игорь Рабинер, Игорь Рабинер, Игорь Рабинер, Игорь Рабинер, Игорь Рабинер,